Я в Эмиратах, в Дубае. Уже несколько дней живу в гостинице. По-прежнему нет денег. И вот сегодня выбирался в старый район, чтобы почувствовать его атмосферу. И попробовать всякие орешки до сладости, которые продаются на рынке. Решил перебраться на лодке на другую сторону. Один мужик сказал, что бесплатно. Оказалось, что стоит один дирхам. И дядька рядышком заплатил. Так, все, ребятки, перебрался я на другую сторону. Этот район называется вроде как Бестаке или что-то такое. Здесь какие-то узкие улочки. Тоже старый колорит старого города, не знаю. Вроде как должно быть все подсвечено, но будет ли так, непонятно. Спасибо чуваку, который заплатил за меня один дирхам. Очень дешевый проезд в этом плане. Ну, короткий, но приятный и дешевый. По сути-то, можно вот на... Как в этом плане, как в Стамбуле у них. Очень много этих лодочек. Очень недорого стоят. Из-за того, что всегда тепло, видимо, они никак не закрыты. А в Стамбуле они защищены. Ну, там большие такие паромы. И там можно и кофе попить, и чай. И это прекрасно. Ну да ладно, иду куда-нибудь. Как скейт вообще гладко едет. Непонятно, что за район, куда идти. Или он закрылся, или вот это он есть. Наверное, он есть. Походу, он закрылся. Так, а если он закрылся, значит, надо где-нибудь перекусить, я думаю. Попросить. И метро найти. Перейти в метро, доехать до... До поющих фонтанов, посмотреть фонтан, и потом поехать домой. Еще, короче, делал-то нормально. А вот оно, наверное, без такие. Это вход сюда, да? Причем уже закрыто. 7 часов. Ну да, походу, это дом какого-то шейха, или еще что-то такое. Тебе там подсвечено, интересно? Интересно, это искусственно все создано или нет? Или это натуральные штуки? Добрый вечер. Как дела? Да, все хорошо, как будет. Мне все тоже нормально. А откуда ты? Я из России. Камера работает? Да, да, работает. Первый раз здесь? Да, первый раз. Слушай, хочешь что-нибудь купить? Да нет, ничего не надо, спасибо. Я путешествую без денег, поэтому, конечно, я не куплю ничего. Ну, может, белое платье хочешь? Нет, чувак, извини. Я сказал, что мне денег не потому, что я не хочу их тратить, а потому, что мне реально нет. Я у меня зерно. Пока, пока. Пока-пока. Спасибо, пока. Пока-пока. 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 Ну, потому, что это единственное место, с которым я могу сравнивать старые арабские города. И она действительно вот такая, только там, конечно, все это шумно, там, все это более ярко, не такое одинаковое, но, блин, аж захотелось в Касабланку. Ну, получается, это просто вот такие вот узенькие улочки, и все получается, ничего тут такого нету. Можно днем, конечно, сюда прийти еще, чтобы при свете все это поснимать, но, по факту, ничего тут интересного нет, это просто такой исторический кусочек. И посмотрите, как было когда-то. В общем, что я пока понял, что это все-все-таки искусственный город. И все это похоже на Китай, их вот эта вот политика, как они развивают города. Ну, хотя, блин, спец я еще тот, спец из Сибири. Иркутский спец. Здравствуйте. Да, да, давайте попробую какой-нибудь мужской аромат. Послушай. А какой бы ты хотел запах? Слушайте, более древесный такой. Вы можете сюда пошепнуть. Это для взрослого мужчины. Но ладно, пойдет. Это тоже для людей постарше, но запах мне нравится. Спасибо. Может быть, подойду как-нибудь. А это место, до скольки работают? До 10? Да, до 10. Ресторан до 12. И это не старое, да, это просто с декорацией. Да, да. Понятно, спасибо. То есть, это только выглядит древним, но древним не является, да? Да. Теперь я пахну тремя разными видами парфюма какого-то дорогого. Сотка евро. Ну, не дешево. Ну, все. Теперь как-то неприятно, на самом деле, аромат. А, сейчас в метро иду прыгать. Мне кажется, непопулярное метро. Но надеюсь, что за кем-нибудь пройду. Если нет, придется на следующую станцию ехать. Но метро необходимо брать, потому что далеко. До Дубай-мола далеко, а до Мола-фимиратс, где я живу, уж подавно. И все. Встретимся в метро, наверное. Так, прибыл в метро. Вроде достаточно многолюдно. Ничего, на выходе особенно все с работы. За мной нормально, парень. Можешь за ним пройти, наверное. Хотя он такой, очень добрый какой-то. Что еще тут можно сказать первым взглядом? Ё-моё, какая здоровая. Как мне направо. Ну, в чем ты пройдет? За девчонками тоже можно проходить, оказывается. Фига, какая здоровая станция. Какое красивое, ребята. Это первый раз я в метро какой-то красивый зашел. В основном тут какая-то фигня. И я думал, что эта станция маленькая, а она здоровая. Открывается или закрывается? Метро мне понравилось. Почти все станции выглядят однотипно, за исключением вот буквально этой. Метро немного дорогое, но комфортное. Часто можно пользоваться как переход с одной стороны дороги на другую, потому что дороги очень широкие, и через метро это удобно делать. Вход по картам либо жетонам, выход такой же. Очередей особых не создается, либо я пока их не заметил. Вышел и уйду в Дубай Молл, потому что через Дубай Молл можно пройти вот до этих фонтанов. Там представление, что каждые полчаса или что-то такое. Не понимаю вообще, как это все выглядит, но вроде как должно выглядеть прикольно. По пути, думаю, зайти может быть в супермаркет Керрифор. Он, наверное, здесь есть, и, наверное, он большой. А в нем, наверное, можно что-нибудь попробовать, раз у меня день сегодня такой. Тестить еду, которую дают пробовать, и тестить продукцию вообще всякого. Поэтому, думаю, зайти, быстро пробежаться, и пойти на фонтан смотреть. Потом опять в метро, поесть, и уже домой. Такой день. Весь в делах. Буду я сейчас все пробовать, походу я. Так, ладно, погнали. Сейчас посмотрю, там одинаковые вкусы или нет. Так, и что здесь у нас сейчас для меня очередь дойдет? Буду пробовать все это. А может, тоже попробовать вот вкус тирамису? И мятный шоколад. Спасибо. Пойду еще в другую сторону попробую. Ну, маленькие очень ложечки. Не наешься. А у вас есть соленая карамель? Вот ее, пожалуйста. Ну, на этом все, спасибо. Спасибо. Ну, если честно, так себе мороженое не очень вкусное. В зависимости, ну, считают о том, сколько оно стоит. А, наверное, это не дешево. Мороженое я не доволен качеством мороженого. Что это за мороженое такое? Девчонки русские. Чем они занимаются тут, интересно? Буду смотреть на фонтан. Походу, он как раз закончился. А, это значит, что можно занять хорошие места. Блин, конечно, время я выбрал. Выходной, выходной день выбрал для просмотра. Ну, это жесть. Нельзя так делать было. Ну, ладно. Ё-моё, ё-моё. Вроде как с моста тут хорошие позиции для просмотра. Смотрим. Субтитры подогнал «Симон» 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 Пока стоял, смотрел на фонтан, написал Али, написал о том, что завтра в 12.45 я могу сделать фотографии для финансовой пирамиды. Отлично, этого-то я и ждал, потому что надо заработать всех немного для начала пути. Так, короче, добрался до фудкорта. Здесь не так уж сильно и многолюдно. Думаю, либо построить у себя официанта, который ходит, собирает подносы, либо просто смотреть, наблюдать, кто чего оставил, подсаживаться и принимать пищу. Вот здесь пройду, но, по-моему, там ничего не осталось. Да, ничего. Пойду дальше. Блин, ну пустынно, пустынно уже, конечно, вечереет. Вот это кто-то оставил? Вряд ли. Ну, нифига там порция. Ну, не, я не думаю, что это кто-то оставил. Надо понаблюдать, что это такое. Почему там это стоит? Нет, 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 не уноси. Не уноси, не уноси, я сейчас разыграю. Эй, чувак. Слушай, извини, могу ли я это взять? Что говоришь? Можно это взять? Ты можешь вот там купить. Мне нет денег. Кто-то это оставил? Да не, это мое. Понятно. Там, блин, нифига как стремно получилось. Это работник, оказывается, еда. Я чуть еду не забрал. Как глупо получилось, капец. А я еще начал с ним разыгрывать, что это типа я оставил. Блин, вот это глупо, вот это тупо. Но это раз на миллион такая штука. Не, это, походу, надо все-таки уличные места вскрывать, потому что здесь бесплатно факт не накормят. Только опять мороженое попробовать можно. Но у меня есть еще апельсины, яблоки. Я пошел, я яблоко реально помою. И перекушу яблоком, да и все. Вся вот яблоко-то полезнее будет, да? Апельсин, походу, на весна. Апельсины тяжелые. Думаю, сейчас пойду, просто здесь рядышком из сиденья посижу. Немного отдохну. В комфорте, я имею в виду, посидеть на диванчике. Приятно в этой сфере, знаю, что никто не придет, не постучится. Очень иногда полезно. Вот я про эти места. Вполне рядышком с Омегой. Посидеть, отдохнуть. Субтитры сделал DimaTorzok